Точно такие же этапы постмаркетинговых исследований, как и остальные препараты. Поэтому он считается сопоставимыми сыворотами по эффективности и безопасности. Я очень прошу вас в этом исследовании, пожалуйста, не могу. Конечно, когда проводятся клинические исследования новых форм препаратов, в качестве золотого стандарта, в качестве препарата сравнения, понимаете, да? Используют генотерапию. А как вы хотите, чтобы использовался препарат РАСПА, кто о нем вообще там знает. Понимаете, да? Проводят эти исследования импортные фирмы, поэтому они используют самый старый, самый надежный, самый храбельный, поэтому так называется золотой стандарт генотерапия. Наверняка вы в своей жизни генотерапия хоть раз, хоть два, хоть золотой стандарт генотерапия не знаете. Разданок не хуже, не хуже. Нет данных о том, что он не так действует или более опасен. Более так. Все препараты подробного роста относятся к препаратам с очень высокой безопасностью. Ибо побочные эффекты редки. Они очень большие и транзитованы. У кого-то болели ноги в начале ночи, или в любом росте. Ну вот, у кого-то еще были какие-то проблемы. Но вы знаете, что надолго вам препарат никогда не отменял. Поднимите божественные руки, если это у кого-то не так. Из-за непереносимости препарат отменяли на дольку. Ну, как у вас есть в связи с набором веса? С набором веса. Набор веса не относится к побочным, к нежелательным действиям препарата. Поэтому это может быть совпадение. Если нежелательные явления не относятся к известным нежелательным явлениям препарата, Понимаете? Надо всегда подумать. А не играют ли роль здесь другие факторы? Например, какое-то ненароком схваченное заболевание. Или генетические факторы. В частности, такие важные для набора веса. Ну, а если это приобретенный дефицит, то плюс к антифакциональным факторам, конечно, еще имеет значение генетические факторы. То есть, центры насыщения и тима металла. На чем остановились? На дозе. Значит, итак, сегодня во всем мире, не только в Российской Федерации, используются стандартные препараты горького роста, быстрого высвобождения, и поэтому теряющие свою активность на следующий же день, и требующие повторные инъекции в ежемесят. Во всем мире сейчас такие доза абсолютно скандалитная. Проверьте, пожалуйста, что пока вы растете, и вырастаете более 2 см в год, пока ваш возраст, еще детский и юный, и пока открыты зоны роста, препарат используют в ростовой дозе. 0,033 мг на 1,030. Помните такую дозу? Или 0,030. От 0,03 до 0,035. Как доза корректируется? В соответствии с весом. В первый год лечения раз в 2-3 месяца, а в дальнейшем раз в полгода.